Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня мы приехали на косу Беляус, находится в Крыму. Вот такой отель, называется Замок. Вышел снаружи снять. Замок Викинг называется. Вот если видите, на воротах надпись. Это ворота въезд. Замок. Сразу находится рецепшн. На улице ветер. Поэтому звук немножко будет искажен. Сейчас я иду в мой вор. И посмотрим во дворе. Вокруг особо ничего нет. Рядом есть скифы. Там тоже какой-то небольшой отель-неотель. И вот там строители такие тоже строятся. Разгибается. Пока ничего нет. Ни в одну сторону, ни в другую сторону. Только поля. Трехразовое питание. Наш номер обошелся от 4700 рублей на двоих. Слева от входа находится магазин продуктовый. И сам вход. Здесь массажный кабинет. Здесь, видать, персонал живет. Вот рецепшн здесь. Зайдем, посмотрим, что есть у нас из игровых, из развлечения. Бильярдные столы. Теннисный стол. Для детей батут есть. Бар. Вот там вверху у нас смотровая площадка. Сейчас поднимемся на смотровую площадку. А там у нас море. Здесь можно мангал сделать. Самим разрешает. Столики такие. Здесь кафе. Может работать. Можете сами приготовить. Бассейн вот такой вот маленький. Но он пока на ремонте. Бассейн здесь большой. В качестве моря. Пойдемте на смотровую площадку. Вот так вот выглядит замок изнутри. Территория чистая. Ну, постоянно ветерок. Постоянно дует ветерок. Вот такой вот номер у нас на первом этаже. Стандартный номер. 30 квадратов. Здесь получается... В номере есть вот холодильник. Телевизор. Стол. Два стула. Журнальный столик. Диван. Шкаф. Кровать. Двухместная. Тремо такое. Санузел. Душевая. В принципе, основное, что надо есть. Кондиционер обязательно. Ну и вид из окна. Но это первый этаж. Сразу на море. Это бар на пляже. Здесь все в шаговой доступности. Буквально вышли из отеля. Прошли 50 метров и вы на море. Детвора пускают кораблики, когда чистят бассейн. Потом пройдем на пляж. Там есть шезлонги, зонтики. Детская игровая площадка. Здесь же автомобили паркуют прямо на территории. Это вот смотровая площадка. Где мы видели. Снизу корабль, ладью. Вот сюда поднялся. Ступенек очень много. Можно с любой стороны подняться, с любой стороны спуститься. А вот вид на море. Статуи стоят по тропинке. С этой стороны нету статуй. Песок, море и солнце. Но песчатая. Камней нет, коряг нет. Неглубоко. Детвору можно, как говорится, смело отпускать. Чтоб они покупались, порезвились. Но все равно следить надо. А вот так коса уходит туда. Много автомобилей. Люди сами приезжают, отдыхают в палатках. И вот туда так уходит все это. Вдаль. В номере прохладно. В номере замечательно. Комары есть, но очень мало. Но на всякий случай все равно можно брать от комаров, в розетку втыкать и использовать. Поднимемся на четвертый этаж. Ну, здесь четвертый этаж, оно по стоку-по скоку. Здесь нету. А здесь солнечные радиаторы. Вот такой вот небольшой, но уютненький отельчик. В котором приятно отдохнуть недельку-другую. Питание хорошее. Трехразовое питание. Шведский стол. Дополнительно мы не бегаем. Нигде ничего не допокупаем, не добираем. Вот внизу столовая. Сейчас закрыто. Вонутрь зайти не могу, но вот. Вот так вот все выглядит. Все культурненько. Все чистенько, приятненько. Также можно и наверх подняться. Ну, пойдемте на пляж. Здесь вот написано. Завтраки, обед, ужин. Ресторан, в который мы через дверь заглядывали. Этого плодья, на которого мы смотрели. Много качель покачаться. Для детей есть развлечение, но мало. С детьми надо будет заниматься самим. Вода теплая. Хоть море немножко волнуется, но вода теплая. На данный момент где-то 26 градусов температура воды. Продолжение следует... Вот он, песчаный берег. Сонтики, шифлонки, бар. И также можно в тех роликах посидеть за столом. Поиграть в какие-нибудь игры с детьми. Какие дни, да. Или просто побеседовать. Кто решит отдохнуть в этом открытии. Желаю приятного отдыха. Алия, есть татуи. Здесь же есть на территории. Сразу можно погнать на банане. По-моему, даже на парашюте по-моему, даже на парашюте погнать. Там есть двойной банан. Который переворачиваемый. Так что, все, кто решится отдохнуть в этом артеле. Прекрасного вам отдыха.